Друзья, очень рада видеть вас на Кулинарном Вкусном канале. Для любителей вкусных первых блюд предлагаю приготовить очень вкусный, сытный и очень наваристый суп с плавленными сырками, овощами, консервированной фасолью и вермишелью быстрого приготовления. Этот суп один из самых любимых в нашей семье, несмотря на то, что он готовится без добавления мяса. Но по вашему желанию можете добавить. Как по мне, количество ингредиентов полностью и даже больше компенсирует недостаток в нем мяса. Суп получается очень сытным и наваристым. Кому интересно, присоединяйтесь. Все ингредиенты, которые нам понадобятся для его приготовления, вы видите перед собой. Подробнее ищите в описании рецепта. Для вкусной овощной поджарки я буду использовать спелый лук и свежие помидоры. При желании томаты можно заменить томатной пастой. Также по желанию в поджарку можно добавить морковь. Это все по вашему желанию. Обязательно для вкуса и наваристости супа понадобится картофель. Примерно 3-4 крупных клубня картофеля. Чтобы суп стал более сытным и ароматным, буду использовать плавленые сырки. Хорошие плавленые сырки быстро в супе плавятся. Обязательным ингредиентом этого рецепта является вермишель быстрого приготовления. Три упаковки будет достаточно. Все зависит от того, какой густоты вы любите суп. Для тех, кто не приемлет и не любит такую вермишель, можно ее заменить домашней лапшой. Или же другими макаронными изделиями. Все по вашему вкусу и наличию. И не менее важным в данном рецепте ингредиентом является фасоль консервированная. Можно, конечно же, и без ее добавления. Но вкус супа будет уже совсем не тот. И специи в суп добавлю по вкусу хмели-сунели. Солить суп будем по своему вкусу. Свежей зелени петрушки в суп добавим побольше. Это все, что нам понадобится для наваристого сырного первого блюда. Спелый лук нарезаем средним кубиком. Лук обжариваем на небольшом количестве растительного масла. До румяного золотистого цвета. Свежие томаты обдаем кипятком. Сразу же отправляем в холодную воду. После чего легко избавляемся от ненужной нам плотной томатной кожицы. Томаты нарезаем кубиком. Томаты нарезаем кубиком. Отправляем тушить томаты к золотистому луку. Желательно поджарку тушить на среднем огне под закрытой крышкой. До полной готовности и мягкости томатов. При помощи лопатки тушеные томаты слегка перетираем. Все заливаем кипяченой водой. Примерно 3-4 литра. Даем бульону закипеть. После полного закипания отправляем картофель вариться. Почти до полной его готовности и мягкости. В процессе обязательно суп посолим. По своему вкусу. Добавим хмели-сунели. Субтитры создавал DimaTorzok Как только картофель сварился, добавляем нарезанные плавленые сырки. Помешивая сырки, полностью растворяем в супе. Даем бульону хорошенько закипеть. После чего добавим консервированную фасоль. Фасоль должна провариться в супе в течение 5 минут. После закипания. В самом конце приготовления супчика добавляем вермишель быстрого приготовления. Тем временем нарезаем зелень свежей петрушки. Зелень добавляем к основному первому блюду. Обязательно под закрытой крышкой даем блюду хорошенько настояться. По желанию обязательно приготовьте такой наваристый, сытный, сырный суп. Это очень вкусно. Для разнообразия вообще незаменим. Приятного вам аппетита! Для любителей первых вкусных блюд предлагаю приготовить наваристый летний овощной суп с макаронными изделиями и сухариками домашнего приготовления. Овощной суп, который легко приготовит любая хозяйка. Будет наваристо и сытно. Довольны будут все! Макаронные изделия Обязательно картофель, свежая зелень, укропа и петрушки. Вкусности супу придаст плавленый сырок, желательно пару штук. И болгарский перец. Я буду использовать перец сладкий, заранее перебитый в блендере. Из специй в суп добавлю хмели-сунели, по своему желанию сушеную мяту, свежемолотый душистый перец и соль по вкусу. Также понадобится томатная паста, 1 столовая ложка. Для начала обжарим спелый лук на растительном масле, до золотистого цвета, постоянно помешивая. К луку добавляю сладкий болгарский перец. Следом томатную пасту. Все тушим в течение 5 минут. Под жарку заливаем кипяченой водой. Даем закипеть. Кипящий бульон отправляем в картофель. Будем картофель варить до полуготовности. Добавляем зелень зеленого лука. Варим суп на медленном огне. Солим, добавляем все специи по своему вкусу. Почти в конце приготовления супа добавляем макароны и плавленые сырки. Варим все до полной готовности макарон. Плавленные сырки должны полностью раствориться. Отправляем нарезанную зелень укропа и петрушки. Наваристый суп накрываем крышкой. Даем супу настояться. Приготовленный суп получился наваристым. Несмотря на наличие простых ингредиентов и полное отсутствие в супе мяса. Овощной суп подаем к столу с домашними хрустящими сухариками. Простой овощной суп просто объедение. Приятного аппетита! Приветствую вас на своем канале! Сегодня приготовим наваристый, очень сытный, утоляющий голод суп из чечевицы с сушеной мятой, картофелем и пассерованными овощами. Подается суп с чечевицей и картофелем к обеду, подходит даже для позднего ужина, так как это диетическое блюдо. Все, что нам понадобится для его приготовления, вы видите на экране перед собой. Подробное описание рецепта смотрите в описании ниже, под этим видео. Кратко о ингредиентах. Чечевицу заранее нужно залить холодной водой, желательно оставить на всю ночь, до полного набухания чечевицы. Обязательно несколько раз промыть до прозрачной воды. Картофель нарезаем любым удобным способом. Брусочками или кубиком понадобится в меру большое количество свежей зелени. Лук зеленый, укроп и петрушка. Понадобится 3 литра воды, в которую сразу же отправляю промытую чечевицу варить. Добавим в воду пару ложек растительного масла. Пока чечевица будет вариться, займемся пассированием овощей. Обжариваем на растительном или сливочном масле спелый лук до румяности. Сразу же к обжаренному луку отправляю натертую морковь. Тушим овощи под крышкой до мягкости моркови. К овощам отправляю часть замороженного болгарского перца. Часть добавлю позже в основное блюдо. Сюда же добавляю томатную пасту, смешиваю, тушим в течение 5 минут. В кастрюлю, где варится чечевица, отправляю картофель. Будем варить до полуготовности под крышкой. Продолжение следует... Позже в основное блюдо добавляю пассированные овощи с томатной пастой и болгарским перцем. Оставшуюся часть болгарского перца отправляю сюда же. Даем закипеть. Солим, перчим по своему вкусу. Добавляю сушеную мяту. Мята придаст блюду особый аромат и вкус. После чего добавляю зеленый лук. Варим суп под крышкой 10 минут на среднем огне. В конце приготовления добавляем нарезанный чеснок по своему вкусу. Следом свежую зелень укропа и петрушки. Даем наваристому, чечевичному первому блюду настояться. Это очень полезное, сытное и очень вкусное первое блюдо из чечевицы. Приятного аппетита! После сытного праздничного новогоднего стола всегда хочется приготовить чего-то легкого, вкусного, в меру быстрого в приготовлении. Суп-солянка по-домашнему, прекрасное первое блюдо. Любимое блюдо моих родных и друзей. Предлагаю вашему вниманию свой вариант этого замечательного первого горячего блюда. Берите рецепт приготовления себе на заметку. Очень вкусный наваристый суп. Для его приготовления мне понадобится мясо. Оно может быть любым, желательно нежирным. Сегодня я буду использовать мясо куриное. Чистое мясо нужно нарезать на небольшие кусочки и обжарить на небольшом количестве растительного масла до румяности и золотистости мяса. Все остальные ингредиенты для приготовления вы видите перед собой. Заранее очистим лук спелый и нарежем на средние кубики. Любую копченую колбасу или ветчину нарезаем соломкой. Измельчим свежую зелень зеленого лука и свежего укропа. Оливки буду нарезать на кольца. В уже сваренный, приготовленный заранее куриный бульон отправляю обжаренное мясо кусочками. Даем бульону закипеть и слегка провариться мясу. После чего добавляю нарезанный спелый лук кубиками. После готовности лука отправляю нарезанную копченость в бульон. Будем варить все в течение 10-15 минут. На среднем огне. В самом конце варки солянки добавляю свежую зелень укропа и зеленого лука. Сразу же добавляю нарезанные на кольца оливки. Даем супу закипеть. Солим, перчим по своему вкусу. Для более насыщенного вкуса я добавила совсем чуть-чуть красного молотого острого перца. Даем горячему блюду настояться. Сытный, сырный, очень вкусный суп по-домашнему. Это все о сегодняшнем видео рецепте. Сочетание, казалось бы, обычных ингредиентов позволит приготовить вот такой вот сырный суп с вермишельками. В меру большое количество свежей зелени, зеленого лука, свежего укропа и петрушки придаст первому блюду особую ароматность и наваристость. Очищенный картофель изначально нарежем небольшой среднекрупной соломкой. Для необычного вкусного вкуса супа вермишельки буду обжаривать до золотистого цвета на совсем сухой сковороде. К тому же, такие обжаренные вермишельки не потеряют при варке и вообще до тех пор, пока не останется супчика своей формы. Вообще не будут развариваться, так как первое блюдо сегодня сырное, мне понадобится два не более плавленых сырка. Обязательно плавленые сырки нужны такие, которые очень хорошо растворяются в бульоне. В первую очередь поставим на огонь варить бульон куриный. Половинка тушки, курочки будет вполне достаточно. В процессе варки обязательно нужно будет снять весь шум. После полуготовности мяса отправляю подготовленный картофель. Даем картофелю почти полностью свариться. После добавляю нарезанную зелень зеленого лука. Даем бульону закипеть. А тем временем обжарим на сухой сковороде без растительного масла мелкие вермишели. Так будет намного вкуснее. Следом добавляю плавленые нарезанные кубиком сырки. Тщательно, аккуратно перемешиваю до полного растворения плавленых сырков. Отправляю нарезанную свежую зелень укропа и петрушки. В процессе посолим суп по своему вкусу. Даем свариться до готовности вермишели. Обязательно их не переварив. Готовый сырный суп должен настояться примерно в течение 10-20 минут. Очень наваристый, согревающий сырный суп готов. Сырный суп с вермишелями готов. Приятного аппетита! Обязательно не забывайте оставлять комментарии и подписаться на новое интересное видео. Сегодня приготовлю согревающий, наваристый, легкий грибной суп с свежей зеленью. Для более насыщенного грибного вкуса не буду использовать какие-либо приправы и специи, кроме черного молотого перца, чтобы не перебить основной насыщенный грибной вкус. Мне понадобятся свежие грибы. В данном случае я буду использовать свежие шампиньоны. Если у вас есть другие, замените на другие какие-либо грибы. Картофель чистый, очищенный от кожицы и нарезанный мелким кубиком. Для красивого цвета и сладости супа добавлю одну среднюю морковь. Желательно большое количество спелого лука. Так будет намного вкуснее. Вкуснее и наваристей. Поджарку из спелого лука и моркови и грибов буду готовить на сливочном масле. Сливочного масла понадобится примерно 50-100 грамм. Зелень свежего укропа и соль по вкусу. Вот такие вот ингредиенты понадобятся для приготовления наваристого согревающего грибного первого блюда. Отправляю картофель вариться в кипящую воду. К нему мы вернемся чуть-чуть попозже. А тем временем займемся поджаркой. Поджарим до золотистого цвета спелый лук. Натертую на крупной терке одну морковь. Все поджарим до золотистости. Нарежу грибы ломтиками. Отправлю к луку и моркови. Обжаривать буду до тех пор, пока не выпарится вся жидкость из грибов. Отправлю приготовленную поджарку из лука, моркови и грибов в кастрюлю с уже готовым вареным картофелем. Дам повариться грибному супчику еще минут 10. Добавлю нарезанный укроп. Выключаю газ и даю настояться еще минут на 10. Вот и все. Грибной наваристый суп полностью готов. Приготовим отдельно хлебные гренки. В сочетании с горячим грибным супом они идеально подходят. Рецепт их приготовления смотрите на моем канале или переходите по ссылке, которую я оставлю под этим видеорецептом. Приятного вам аппетита! Для супа харчо нам потребуются такие ингредиенты. Куриное мясо. В кипящую воду отправляем варить куриное мясо. А тем временем подготовим другие ингредиенты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В процессе готовки куриного мяса обязательно снимаем шум. Мы нарезали овощи поотдельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рис постоял в кипяченой воде. Мы заранее его хорошо промыли. Сейчас мы промоем еще один раз рис и отправляем его вариться к мясу. Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова Замороженные помидоры можно заменить свежими. Или одной столовой ложкой томатной пасты. К овощам отправляем перец. «Черковая паста» Паркоксина «Поеха» Паркоксина «Торок» «Надача» «Паркоксина» «Абута» «Паркоксина» «Паркоксина» Продолжение следует... Добавляем рубленную зелень. Поджарка для супа харчо готова. Перекладываем ее в кастрюлю с рисом. И мясом, где мы заранее отварили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Такая заправка подается при подаче к самому супу харчо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мясными фрикадельками, макаронными гнездами и свежей зеленью. Очень по-домашнему, сытно и наваристо. Всем приятного просмотра! Продолжение следует... Я использую перец болгарский, картофель, спелый лук и морковь, несколько штук. Овощи я заранее подготовила. Вымыла, очистила от кожицы. Давайте посмотрим, что из продуктов понадобится для приготовления такого наваристого блюда. В заранее приготовленный фарш входит мясо свинины средней жирности, яйцо куриное, специи и соль по вкусу, мелко рубленная зелень петрушки или укропа. Макаронные изделия добавляйте любые, какие есть у вас. Я добавлю гнезда макаронные, так как их у нас любят все. Томатную пасту 1-2 столовых ложки. Для поджарки совсем немного, 1 чайную ложку острого соуса. Из острого стручкового перца и чеснока. В первую очередь нарезаем спелый лук на кубики и отправляем обжаривать на растительном масле до румяного золотистого цвета. Субтитры создавал DimaTorzok Следом натрем на крупной терке морковь и добавлю к румяному луку. Обжариваю постоянно помешивая. Самое время добавить томатную пасту, можно томатный сок, а можно вообще не добавлять. Обязательно постоянно помешиваем. В поджарку добавляю воду, уже кипяченую. Будьте очень аккуратны. Еще раз доводим все до кипения. После чего перемалываю сладкий болгарский перец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даю бульону закипеть. Солим, перчим. Добавляю острый соус, не более 1 чайной ложки, так как соус очень острый. Примерно из расчета 1 чайную ложку соуса на 4-5 литров воды. Или почти готового овощного супа. Соль по вкусу и черный молотый перец, по вашему желанию. Рецепт соуса есть на канале. Переходите по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео рецептом. Перемалываю сладкий болгарский перец. И также добавлю в бульон. Отправляю в слегка кипящий бульон макаронные гнезда. Быстренько формируем приготовленного фарша мясные фрикадельки. Отправляю их следом за гнездами. Варим все до готовности. До готовности макаронных изделий и фрикаделек. Обязательно нужно следить, чтобы макароны не переварились. Добавляю в почти готовый суп фрикадельки. Рубленную свежую зелень. И свежую зелень обязательно. Так будет намного вкуснее. К такому наваристому сытному овощному супчику можно подать домашние хлебные гренки. Или пирожки. Не менее вкусные. Рецепт которых вы найдете в описании. Готовьте и наслаждайтесь горячим, сытным блюдом. Овощным и наваристым. Приятного вам аппетита! До свидания! Яйцо, соль, примерно половину чайной ложки. И зеленая заправка. Для того, чтобы клетки были намного вкуснее, интереснее, в клетки я добавлю зеленую заправку из петрушки. Как приготовить зеленую заправку из петрушки, я оставлю ссылку под этим видео. Ну что ж, приступаем. Высыпаем обязательно просеянную муку. Сюда же добавляем соль. Куриное яйцо. И начинаем замешивать тесто. Добавляем по мере необходимости воду. Тесто у нас должно получиться средней густоты. Чуть гуще, чем на оладьи. Добавляем 2 щедрых, можно сказать, 2 столовых ложки зеленой заправки. И хорошо перемешиваем. Вот тесто для клетков готово. Вот такое вот тесто, чуть гуще, как на оладьи, у меня получилось. В заранее приготовленный куриный бульон я буду отправлять клецки. Слегка кипящий бульон начинаю. При помощи 2 чайных ложечек отправляю клецки в кипящий куриный бульон. В бульон я добавила тоже 1 столовую ложку заправки. Клецки варятся буквально несколько минут. Когда клетки всплывут на поверхность бульона, клетки полностью готовы. Через несколько минут клецки будут полностью готовы. Вот такие вот зеленые клетки получаются. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие вот домашние, воздушные, вкусные клетки получаются. Приятного Вам аппетита! И до новых встреч на моем кулинарном канале! Сегодня приглашаю Вас к приготовлению сливочного сытного крем-супа из кабачков. По желанию с домашними хрустящими гренками. Сливочный крем-суп без преувеличения получается очень вкусным и сытным, воздушным и, конечно же, питательным. Особенно его любят дети. В восторге останутся все! Для приготовления такого первого блюда из овощей нам понадобится Картофель, спелый лук, морковь, кабачки. В данном рецепте я буду использовать свежезамороженные кабачки. Из зелени, зелень зеленого лука и свежий укроп. Обязательно для сливочного вкуса молочные сливки любой жирности. Из специй в суп я добавлю сушеный укроп, свежемолотый, душистый и черный перец, перец горошком, также по вкусу чеснок и лист лавровый. Для обжаривания овощей понадобится небольшое количество растительного масла. Подготовленный, нарезанный заранее картофель заливаю водой. Варим до полной его готовности. На небольшом количестве растительного масла обжариваем спелый лук до румяности. Следом натертую морковь. Тушим все до готовности моркови. После закипания воды в картофель добавляем лавровый лист, сушеный укроп, перец горошком и 1 столовую ложку растительного масла. Тушеным овощам добавляем кабачки. Готовим до мягкости и полной готовности кабачков. Солим и перчим все по вкусу. В самом конце добавляем нарезанный чеснок. Чеснок должен стать прозрачным. Тушеные овощи отправляем к уже готовому отварному картофелю. Даем супу закипеть, после чего добавляем зелень свежего укропа. При помощи погруженного блендера суп пюрируем до однородности. После чего в суп пюре добавляем сливки. Суп обязательно прогреваем на маленьком огне. Вкуснее всего сливочный суп в теплом виде. Обязательно по своему желанию приготовьте. Не пожалеете. Приятного аппетита! Сегодня готовим наваристый свекольный суп с колбасой. Очень сытно, по-домашнему, с большим количеством овощей. Свеклы, картофеля и копченой колбасы. Вкус-эффект приготовления первого блюда на открытом костре. Присоединяйтесь, кому интересно. Будет очень вкусно. Нам понадобится свекла, умеренно большое количество. Картофель, спелый лук, морковь, обязательно копченая колбаса. Любая, на ваш вкус и на ваше усмотрение. Достаточное количество свежего укропа и зеленого лука. Из специй я буду использовать укроп сушеный. Прованские травы, душистый свежемолотый перец, лавровый лист и чеснок по вкусу. Для обжаривания овощей растительное масло. Обязательно также томатная паста. Отправляем картофель варить до полной его готовности. Сразу же добавляем лавровый лист, сушеный укроп и 1 столовую ложку растительного масла. Лук спелый обжариваем. Следом морковь. Все обжариваем до румяности овощей. Добавляем натертую свеклу. Также тушим до готовности свеклы. В процессе добавим томатную пасту. Лавровый лист отдал весь свой аромат. Нам он больше не понадобится. Тушеные овощи добавляем к основному первому блюду. Суп варим в течение еще 10 минут. В процессе готовки солим по своему вкусу. Добавляем зелень зеленого лука и специи. За 5 минут до полной готовности супа добавим копченую колбасу и нарезанный чеснок. Наваристый, сытный, свекольный суп с колбасой полностью готов. Это очень сытно и вкусно. Готовится проще простого. Приятного аппетита! Спасибо вам за просмотр видео рецепта! Наваристый греческий супчик Один из любимых суп для детей. Греческий наваристый супчик с картофельными клетками и гречаной крупой. Для наваристого греческого супчика с картофельными клетками можно взять любую часть куриного мяса. И не только. В данном рецепте я буду использовать куриные крылышки. Для картофельных клетков отварное картофельное пюре. 3 куриных яичных желтка. Для поджарки для греческого супчика я возьму лук. Я буду использовать лук спелый. морковь, которую заранее вымыла, очистила и натерла на крупной терке. Томатный сок. Для клетков я буду использовать 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку картофельного крахмала. Из специй возьму красный острый перец, черный молотый перец и сушеный укроп. И, конечно же, 1 стакан промытой гречаной крупы. В кастрюльку объемом 2-3 литра наставляем варить куриные крылышки. Не забывая снимать пенку. Обжариваем лук до золотистости. Продолжение следует... Продолжение следует... Для картофельных клетков в готовое картофельное пюре добавлю 1 столовую ложку муки. Для того, чтобы клетки были мягенькие и пышненькие, я поставлю 1 столовую ложку крахмала. 1 столовую ложку заправки из зеленой петрушки. полуготовое мясо отправляем. полуготовое мясо 5 столовую ложку крахмала. 6 столовую ложку крахмала. Продолжение следует... 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 по мере необходимости муку для того чтобы с тестом было максимально удобно работать тесто делю на две равных части вот такое внутри вот такое вот тесто внутри получилось вот раскатываю тесто до прозрачности а Тонко раскатанный пласт яичного теста разрезаем на широкие полосы. Раскатанное тесто. Слегка присыпала мукой и оставлю на 10 минут, для того чтобы тесто слегка присохло. Выкладываем полоски теста одну на одну и начинаю нарезать лапшу. Легче, конечно же, будет нарезать лапшу лапшерезкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова оставляю готовую нарезанную лапшу для просушки на 10 минут перед тем как варить домашнюю лапшу обязательно носите обязательно нужно струсить остатки лишней муки вторую часть приготовленного яичного теста для домашней лапши я заверну в пищевую пленку и отправлю в холодильную камеру до следующего приготовления домашней лапши и наслаждаемся вкусным быстрым обедом домашнюю лапшу варить не более 5-7 минут вот такая вот домашняя лапша на курином бульоне приятного вам аппетита и ну и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok